Верите ли вы, что уже изобрели автомобиль, способный мчаться быстрее пули? Известно ли вам, что уже существуют танки, которые тушат пожары с помощью реактивных двигателей? А что, если я скажу, что существует машина, которая сочетает в себе силу космической ракеты и мощь военной техники? В этом видео я покажу вам самые экстраординарные транспортные средства, когда-либо созданные человеком. Вы увидите машины, которые не просто преодолевают границы возможного, а ломают законы физики. И, конечно, некоторые из них по-настоящему поражают воображение. Секреты, невероятные достижения и проекты, которые могли бы стать сюжетом для фильма, все это ждет вас в этом ролике. Готовы к неожиданным открытиям? Поехали! Bloodhound LSR Представьте себе автомобиль, который может разогнаться быстрее пули. Bloodhound LSR – это не просто машина. Это научный эксперимент, инженерный вызов и настоящий скоростной прорыв 21 века. Его цель – достичь тысячи миль в час и стать самым быстрым транспортным средством, когда-либо созданным человеком. Проект стартовал еще в 2008 году, когда бывший пилот королевских ВВС Энди Грин и Ричард Нобл пожелали разогнать автомобиль до невиданных ранее скоростей. Для исполнения своей «хотелки» им понадобился не просто мощный двигатель, а целый комплекс технологий из мира авиации и космонавтики. Внешне Bloodhound LSR похож на футуристическую стрелу длиной 30 футов. Его корпус – это сочетание углеродного волокна и авиационного алюминия, способного выдерживать адские нагрузки. На таких скоростях даже воздух становится почти твердым, создавая невероятное давление на поверхность автомобиля. Главная движущая сила этого болида – реактивный двигатель Rolls-Royce Eurojet EJ-200, снятый с боевого истребителя Eurofighter Typhoon. Один этот двигатель способен разогнать машину до 650 миль в час, но этого оказалось мало. Для преодоления звукового барьера и достижения заветной тысячи миль в час в задней части машины была установлена ракета NAMMO, которая дает дополнительную тягу. Представьте, что вам повезло ехать по пустыне, а за вашей спиной включается реактивный двигатель с температурой сопла более 36 сотен градусов по Фаренгейту. Но разогнаться – это одно, а вот как остановиться? На такой высокой скорости обычные тормоза просто расплавятся. Поэтому инженеры разработали трехступенчатую систему замедления. Первым делом на 800 милях в час раскрываются воздушные тормоза, создавая мощное сопротивление. Затем, когда скорость падает до 650 миль в час, в игру вступают парашюты, которые резко гасят инерцию. И только когда скорость снизится до 200 миль в час, можно использовать классические карбоновые дисковые тормоза. Испытания Bloodhound LSR проходили в пустыне Хакскин в 2019 году. Первые заезды под управлением Энди Грина показали потрясающие результаты. Болид разогнался до 501 миль в час, затем до 628 миль в час, войдя в элитный клуб автомобилей, преодолевших порог в 600 миль в час. Но этого было недостаточно. Команда планировала новый этап испытаний, нацеленный на 700, 800, 900 и, наконец, 1000 миль в час. К сожалению, амбициозный проект столкнулся с финансовыми трудностями. В 2018 году компания, управляющая Bloodhound LSR, объявила о банкротстве. Судьба машины повисла на волоске, пока предприниматель Иэн Уорхерст не выкупил права и не дал проекту вторую жизнь. Сегодня команда Bloodhound ищет спонсоров и готовится к новым рекордным заездам. Ну что ж, пожелаем им удачи и переходим к следующему экспонату. Пожарный танк Big Wind Готовьтесь удивляться, потому что перед вами Big Wind — самый мощный и самый крышесносный пожарный танк в истории. Эта махина сочетает в себе легендарный советский Т-34 и реактивные двигатели-истребителя МиГ-21. Да-да, вы не ослышались. В этой машине танковая броня встречается с авиационной мощью. История Big Wind началась в начале 90-х годов, когда в Кувейте бушевала экологическая катастрофа. В результате боевых действий вспыхнули 700 нефтяных скважин и каждый день в огне сгорали 10 миллионов баррелей нефти. Черные клубы дыма закрывали небо, превращая регион в самый настоящий филиал ада на земле. Нужно было срочно найти способ тушения этих ужасающих пожаров. Решение предложила венгерская компания MB Drilling. Их идея была такова. Взять Т-34, убрать его башню и установить на ее месте две реактивные турбины от МиГ-21. Эти двигатели развивают сумасшедшую тягу в 15700 фунтов. Но вместо того, чтобы поднимать машину в воздух, они создают мощнейший поток газа, способный укоротить языки пламени. Работает Big Wind по простому, но невероятно эффективному принципу. Вода подается через специальные форсунки прямо перед турбинами. При включении двигателя образуется сверхмощный водяной поток, выбрасывающийся со скоростью 700 литров в секунду. Это равносильно водопаду Ниагара, бьющему в одну точку. Этот поток не только тушит огонь, но и охлаждает раскаленные трубы, не давая огню разгореться снова. Несмотря на свой грозный вид, управляется эта махина всего тремя людьми. Водитель ведет танк на черепашьей скорости в 3 мили в час. Все потому, что в трансмиссии осталась только первая передача. Оператор управляет турбинами, следя за точностью работы. А пожарный наблюдатель оценивает ситуацию и корректирует действия команды. Работать этим ребятам приходится в огнеупорных костюмах, потому что даже находясь внутри машины, они ощущают невыносимый жар. Масса Big Wind составляет 92 тысячи фунтов, а его высота 13 футов. Когда он появляется на месте пожара, то кажется, что это не пожарная машина, а какое-то оружие из научно-фантастического фильма. Этот зверь не знает страха. Он приближается к бушующему пламени, его турбины начинают реветь, и через 30 футов от очага огня включаются водяные пушки. Гигантские языки пламени срываются с нефтяных скважин, но не могут противостоять напору воды и газа. В считанные минуты адский пожар исчезает, оставляя после себя только облака пара. Гусеничный транспортер NASA Это не просто транспортное средство, это самый большой в мире самоходный механизм. Знакомьтесь, гусеничный транспортер NASA – гигантская машина, которая перевозит космические корабли к месту старта. Эти монстры были построены в 1965 году и с тех пор остаются ключевым звеном в подготовке к запуску ракет. У NASA есть два таких транспортера, и у них даже есть имена – Hans и Franz. Они были созданы специально для программы Apollo, а позже использовались для перевозки космических шаттлов. Представьте себе, эта махина весит 5 миллионов 300 тысяч фунтов и может нести на себе до 12 миллионов фунтов груза. Конструкция у нее поистине уникальная. Четыре огромные тележки, каждая из которых оснащена двумя гусеницами. Всего у транспортера 8 гусениц, и каждая состоит из 57 массивных траков, каждый из которых весит 2000 фунтов. Управлять такой махиной – настоящий вызов. Но специальная гидравлическая система следит за тем, чтобы платформа оставалась идеально ровной во время движения. Двигательная установка тоже впечатляет. Внутри скрываются 16 электродвигателей, которые питаются от четырех мощных генераторов. А генераторы, в свою очередь, приводятся в действие двумя дизельными двигателями V16 Alco 251C. Мощность каждого составляет 3700 лошадиных сил. Какова же скорость? Всего 1 миля в час с грузом и 2 мили в час без него. Однако это не недостаток, а необходимость. Ведь перевозить хрупкие ракеты и шаттлы – это дело ювелирное. На 5,5 миль пути уходит около 5 часов. Специально для этого гиганта НАСА построила Crawler Way. Этот путь представляет собой двойную дорогу из гравия и асфальта. Толщина покрытия составляет 3 фута, а ширина – 131 фут. Под таким давлением обычный асфальт просто не выдержал бы. И, наконец, на транспортере располагаются две кабины управления. Одна спереди, а другая сзади. Это позволяет Хансу и Францу двигаться в любом направлении без разворотов. Управляет этим гигантом всего один машинист, но за процессом следит целая команда инженеров. Без этих титанов Аполлон-11 не отправился бы на Луну, а шаттлы не достигли бы орбиты. Гусеничные транспортеры НАСА – это настоящие двигатели прогресса, которые несут человечество к звездам. Гибрид самолета и катера. На идее объединить водоплавающее и воздушное транспортное средство в одном флаконе звучит довольно фантастично. Но это реальность. Встречайте Airfish 8 – уникальный аэроплан, который не летает, но и не плывет в привычном понимании. Вместо этого он скользит над поверхностью воды, используя эффект экрана. Созданный сингапурской компанией ST Engineering, этот аппарат способен развивать скорость до 104 миль в час. Это в три раза быстрее обычного катера. И что самое удивительное, он в два с половиной раза эффективнее гидроплана. По сути, это нечто среднее между самолетом, катером и экранопланом. Внешний вид у него тоже нестандартный. В основе лежит аэродинамический корпус с боковыми крыльями, которые вытянуты почти на всю ширину и заканчиваются загнутыми вверх лопастями. А в хвостовой части – двойной Т-образный стабилизатор, который придает аппарату узнаваемый силуэт. Работает Airfish 8 на 8-цилиндровом бензиновом двигателе, который выдает 500 лошадиных сил. И все это нужно не для полета, а для того, чтобы держать машину в 16 дюймах или даже в 23 футах над поверхностью воды. Он буквально летит, но не отрывается от земли. Главное преимущество этой машины в том, что ей не нужны аэродромы и взлетные полосы. Airfish 8 может базироваться прямо у причала, а это открывает невероятные перспективы для туризма, частных перевозок и даже спасательных операций. Пассажиров вместимость? 8 человек плюс двое пилотов. Если не нужны пассажиры, то можно загрузить до 2200 фунтов груза. И да, Airfish 8 уже выходит на рынок. Первые 10 машин отправятся в Турцию уже в этом году. Там они будут работать в сфере элитного туризма и частных перевозок. Devil 16, гиперкары, Бугатти и Кенигсег. Забудьте, сегодня я расскажу о машине, которая выглядит так, словно прилетела с другой планеты. Встречайте Devil 16. Это автомобиль, который бросает вызов законам физики. Эту зверскую машину представили на автовыставке в Дубае. И инженеры заявили, что это самый быстрый гиперкар в мире. Корпус из углепластикового монокока на алюминиевой раме. Такой подход позволил сделать кузов легким, но при этом прочным. Внешний вид как будто из футуристического боевика. Обтекаемый кокпит, массивные рубленные грани, а сзади расположены четыре огромных патрубка, похожие на реактивные сопла. Все это создает впечатление, будто перед нами наземный истребитель. Но самое интересное под капотом. Там вы увидите не просто мощный мотор. Это монстр. 12,5 литров рабочего объема. 16 цилиндров. 4 турбонагнетателя. И невероятная мощность в 4500 лошадиных сил. А инженеры утверждают, что могут разогнать двигатель до 5000. А теперь цифры, которые звучат как фантастика. Разгон до 60 миль в час всего за 1,8 секунды. Это быстрее, чем у болидов Формулы 1. А максимальная скорость? 350 миль в час. Даже Bugatti Hiron рядом с ним выглядит медлительным. В салоне чистый минимализм. Простая цифровая панель, руль с 8 кнопками управления. Все, чтобы пилот не отвлекался на мелочи, а держал зверя под контролем. И сколько стоит такое чудо? Минимальная цена начинается от 1 миллиона 600 тысяч долларов. Но ценник зависит от того, насколько мощный двигатель вы захотите иметь под капотом. Ripsow EV2 Что если я скажу вам, что существует гусеничный монстр, способный разгоняться как спорткар и даже дрифтовать? Звучит невероятно, но это реальность. Ripsow EV2 – это машина, которая перевернула представление о вездеходах. Этот венец инженерии разработала компания Howe & Howe Technologies, известная своими крутыми проектами. Ripsow EV2 – это не военный танк, а люксовый внедорожник на гусеничном ходу. Он способен разгоняться до 60 миль в час буквально за несколько секунд. И это не просто на ровном асфальте. По бездорожью он мчит быстрее 100 км в час. Внутри этого титана вас будет ждать салон премиум класса, спортивный руль, удобные сидения и приятный глазу дизайн, который больше напоминает салон суперкара, чем военную технику. Этот вездеход предоставит вам не только проходимость, но и обеспечит комфортную езду по любым поверхностям. Ripsow EV2 успешно прошел тесты на льду и снегу, показав, что никакие природные преграды ему не страшны. Он буквально скользит по замерзшей поверхности, оставаясь невероятно маневренным. А теперь главный вопрос – сколько стоит этот монстр? Цена начинается от 100 тысяч долларов. Но это только базовая версия. Конструкторы настолько гордятся своим детищем, что каждый Ripsow EV2 собирается вручную под конкретного заказчика. Правда, изменить можно только интерьер. Сама платформа остается неизменной. Так что, если вы мечтали о гусеничном суперкаре, который может мчаться, дрифтовать и преодолевать любые преграды, то Ripsow EV2 – это именно то, что вам нужно. Внедорожник Le Tourno TC497 Overland Train Представьте гигантский автопоезд, который может ехать по любой местности, перевозить сотни тонн груза и расти в длину прямо на ходу. Звучит как фантастика? Но это реальный проект американской армии – Le Tourno TC497 Overland Train Mark II. В 50-е годы США нуждались в сверхпроходимых транспортных средствах. Вместо того, чтобы строить новые дороги, инженеры решили создать автопоезд, который сможет заменить железнодорожный состав, но при этом двигаться по любой поверхности. Стальные колеса заменили огромными резиновыми шинами, а управляемость обеспечили уникальной системой рулевого управления. Mark II приводился в движение четырьмя газотурбинными двигателями, расположенными в разных частях состава. Самое интересное заключалось в том, что в него можно было добавлять новые прицепы с двигателями, и он становился еще длиннее и мощнее. Длина Mark II достигала 600 футов, что сделало его самым длинным внедорожником в истории человечества. Он мог перевозить 300 тысяч фунтов груза со скоростью 20 миль в час. Полностью загруженный он мог проехать от 350 до 400 миль, а если добавить дополнительные топливные баки, то он протянет еще больше. Внутри кабины есть все для комфортного путешествия – 6 спальных мест, кухня, туалет и радар для навигации. Это настоящий дом на колесах, но с возможностью перевозить грузы военного назначения. В начале 60-х Mark II прошел тестирование в Юме, штат Аризона. Он показал отличные результаты, но тут появились грузовые вертолеты М-64 Sky Crane, которые могли доставлять грузы быстрее. В результате автопоезд отправили на хранение, а в 1969 году выставили на продажу за полтора миллиона долларов. Сегодня от Mark II осталась только кабина, которая до сих пор находится на армейском полигоне в Юме. Несмотря на это, он навсегда вошел в историю как самый длинный внедорожный транспорт из когда-либо созданных. А на этом, дорогие друзья, я заканчиваю свой рассказ на сегодня. Надеюсь, что вы были впечатлены махинами, которые я показал. Если вам все понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь и ждите новых видео. Они будут совсем скоро. Пока!